и снова всем привет дорогие друзья канал ранчо санчо и сегодня мы сделаем обалденный быстрый ужин а именно это будет макароны по-армянски но немного доработанный рецепт давайте же посмотрим что у нас на столе здесь у нас будет макароны яйца лук морковь отварная говядина здесь один килограмм и специи у нас будет зира соль и черный перец ну и соответственно это все будет жариться на растительном масле давайте же приступим мы нарежем сначала все ингредиенты которые нам нужны давайте приступим с лука лук нарезаем в принципе по стандарту вот такими вот небольшими кубиками в традиционном друзья рецепте макароны просто зажариваются и после чего добавляется немного воды и тушится уже до полной готовности друзья в нашем же рецепте мы добавим морковь и лук мы сделаем зажарку такую она придаст хороший аромат мне вообще нравится зажарка из лука и из моркови ну и добавим туда мясо потому что будет более сытное блюдо до нарезали лук теперь сделаем морковь морковь вы можете сделать в принципе как на терке можете мелко нашинковать ножом то есть мы сделаем вот так вот вот такие вот палочки ну можно сказать как на плов только это будет более мелко вот такими брусочками мы нарезаем морковь она будет чувствоваться но в то же время она будет мягкая друзья разожгли огонь наливаем сюда растительное масло много не будем наливать из миллилитров 100 получил масло нагрелось отправляем сюда обжариваться лук сразу помешайте чтобы все обволокло масло зажариваем на сильном огне течение минут 3-5 минут до золотистой корочки по стандарт пока лук у нас зажаривается мы нарежем говядинку нарезать это будем кубиками варили мы говядину два часа такими пластами нарезаем так чтобы можно было укусить и это все чувствовалось и нарезать будем кубиками вот они вот такие вот у нас кубики будут получаться готовить данное блюдо можно в принципе с любым мясом можно и даже с курицы наверно приготовить мы выбрали говядину говядина будет повкуснее наверное в этом блюде ну а также я рецепты видел что делают со свининой поэтому выберите мясо которое вам будет более по душе придется и кстати не забывайте вон брать и помешивать потому что лук у нас уже практически готов сейчас мы туда отправим еще морковку на обжарку ну а после добавим мясо мясо практически на 80 процентов готовы уже останется только просто его зажарить вместе с вкусный луково-морковной зажаркой лук уже зажарился поэтому отправляем сюда морковку и еще в течение сейчас где-то минут 3-5 это зажарим вместе после мы добавляем говядину и уж тогда мы поприправим все ну а теперь отправляемся на говядину все это хорошо перемешаем говядина должна пропитаться вот этой вот вкусной зажаркой и должны мы это все будем поприправить придать вкус и аромат говядине когда варили говядину мы не добавляли соль кто добавляет лавровый лист еще одну перчат сразу же перчит мы это все сделаем на данном этапе берем теперь специи здесь у нас чайная ложка черного перца точнее чайная ложка смесь перца солим 2 щепотки и отправим сюда щепотку зиры зиру вот так вот перемните в руках чтобы она лучше отдала свой аромат все и перемешиваем также можно добавить свои специи которые вам больше нравятся друзья вот такая вот обалденная вкусная зажарка мясная зажарка у нас получилось мы отсюда достаем это все потому что мы сейчас должны будем сделать жареные макароны мы будем обжаривать друзья все это можно приготовить спокойно дома точно также на плите это все готовится поэтому захотите попробовать пожалуйста приготовьте дома и напишите нам комментарий как же вам такие вкусные макароны по армянски отправляем сюда в казан немного еще масла потому что жарится будет макароны в масле даем немного ему нагреться принципе казан у нас горячий отправляем сюда макароны макароны должны быть из твердых сортов отправили и сразу же мешаем чтобы это все было в масле и вот так вот мы макароны будем жарить когда они станут вот прям коричневый чтобы они зажарились это потому что один на жареные макароны и так прошло минут пять у нас макароны уже начинает поджариваться постоянно мешайте потому что некоторые могут пережариться а другие вообще не быть зажарены пропорции у нас получились один к полтора то есть макаронов будет чуть больше чем мясо можете по своему вкусу сделать как ну и вот так вот помешивайте они все должны практически все хотя бы быть вот такие вот поджаренные зажарены друзья в течение 10 минут мы обжарили макароны они уже практически все покрылись вот такой вот коричневой корочкой поэтому мы сюда сейчас отправляем всю зажарку которую мы сделали все это перемешаю все вместе макароны мы не солили не перчили ничего не делали потому что у нас все это есть в зажарке все это все хорошо перемешали равномерно это все здесь разровнять теперь заливаем сюда немного воды чтобы вода немного виднелась вот слишком много и тут не надо будет все это хорошо перемешайте еще раз в воде чтобы вода равномерно распределилась в макаронах все и ставим это все под крышечку минут на 15 на среднем огне разбиваем и отправляем здесь у нас на такое количество будет 6 яиц вот так вот получилось у нас и такое случается когда торопишься быстро готовишь все теперь это здесь берем разминаем желток и начинаем смешивать друзья ну посмотрите прошло у нас 20 минут макароны идеально вообще получились мужу попробую на вкус это обалденно вода вся выпарилась воды было идеально а теперь осталось сюда добавить взбитые яйца и и вот так все заливаем огня у нас уже практически нету там чисто это все на углях и все хорошо перемешиваем нам надо дождаться только чтобы яйцо просто схватилась вместе с макаронами прошло у нас три минутки этого было достаточно чтобы яйцо схватилась поэтому берем и накладываем себе на пробу рассыпчатые хорошие вкусные макароны я в этом просто уверен друзья и осталось это просто все дело попробовать можно вот так вот наколоть вместе с говядинкой это будет великолепно это потрясающе вкусно чувствуется и вкус говядинки и макароны причем макароны но они необычные макароны это именно жареные они не похожи они вроде бы мягкие но в то же время жареные немного немного жестковатый вот прям в меру это очень вкусный и вот это вот вкусная зажарка дополняет обалденный вкус армянских макарон друзья готовьте вот такое вот блюдо но готовится очень быстро приготовить можно как дома на природе я не знаю где вы там на хоть и возможно вы находитесь пожалуйста взяли приготовили обалденное вкусное блюдо мне очень понравилось вот так вот ставлю и вы нам ставьте пишите комментарии ставьте лайки ну а на сегодня у меня все до новых встреч до новых видео подписывайтесь на канал пока